Со стороны ингуши и чеченцев Аланы не жили никогда. На этой территории всегда жили сираки. Поэтому если ингуши и чеченцы могли бы быть чьими-то потомками, то им надо говорить о сираках, то есть о сарматах. Аланы там не жили. У Аланы исторически фиксируются три названия. Аланы, Асы и Кудариты. Именно под именем кударцев современные Аланы живут не только в Южной Осетии, но и в Индии. Их 56 миллионов. Их область, провинция называется сегодня Гуджарат. Туда они пришли в конце пятого века. Каждый народ является не в последнюю очередь тем, кем он себя называет. На сегодняшний день осетины себя называют скифами, сарматами, аланами. Не ученые. Ученые могут придумать все, что угодно. Заплатили ему, он и будет говорить, что это другое. А вот сам народ кем себя называет? Если ги, гуру себя называют племенем скифов, то это не каленым железом нельзя выветрить, ничем абсолютно. Значит, на юге у нас конкретно обитают кударцы, которые туда попали в результате татаро-монгольского нашествия, когда они ушли с Северного Кавказа. Это кударцы. Именно под этим именем они известны. Есть крупнейшие советские ученые, такие как Бенштам, Гумилев, Гафуров, Толстов. Они все конкретно говорят о том, что аланамассадетские племена или кудариты, это те, которые ушли в Индию, завоевывают Индию во главе с царями Тураманом и его сыном Мехракулой. Это произошло в конце 5-го, начале 6-го века. На сегодняшний день они там обитают рядом с остальными составными частями осетинского народа, которые точно так же себя продолжают называть там. Как я уже сказал, сираками, кударами и так далее. Имя, слово кудар в Индии произносится гу-джар. Дальше. У Вайнахов есть своя история. На протяжении тысячелетий Северный Кавказ всегда был поделен на 3 этнолокальные зоны, в рамках которых формировались разные подразделения современных северокавказских народов. Я не говорю про тех, которые потом подошли, там, тюркские народы, там, и так далее, да, монгольские народы, которые помогаются. Я говорю о тех, кого мы можем, ну, коренных вообще не существует в природе, но относительно других мы можем назвать их коренными. Так вот, ближайшими родственниками Вайнахов по языку являются не ираноязычные аллами, как это известно во всем мире, и в той же самой Индии, значит, они пришли со своим иранским языком туда. А, значит, изначальными корнями Вайнахи связаны с сино-тибетскими племенами и кетто-енесейскими племенами. Они входят в так называемую сино-кавказскую макросиню языков. Это то, что установлено в современной лингвистической науке. Значит, это по языку. Дальше. Часть их предков, которая связана с племенными группами, известными в Южном Прикаспии. Это Булубей, Кути и другие племенные группы. Их называют еще Чохскими племенами. Они прошли на эту территорию тоже еще в период Эйниолита и ранней бронзы, и там смешивались с остальными племенами. Формирование Вайнахов как этнического явления вместе с дагестанцами, их ближайшими родственниками, происходило все тысячелетия на территории за рекой Аргун. Значит, эти границы четко фиксируются различными археологическими культурами поэтапно. То есть для ранней бронзы четко деление вот такое, для средней то же самое, для поздней то же самое и так далее. Что касается еще других частей Вайнахов, мы же хорошо знаем, что в Вайнахском языке, в Вайнахской культуре четко улавливаются хуроуральтийские элементы. Дальше. На сегодня мы не можем обозначить этническую принадлежность древней археологической культуры Сиона. Культура Сиони прошла туда со стороны западной Грузии. Но они внесли тоже какую-то лепту в происхождение нахско-дагестанских народов. И так далее. То есть там набирается большая совершенно группа разных племенных элементов, которые в конечном счете дали те самые наши соседние народы, сегодняшние, ингушей, чеченцев и так далее. Что касается скифа-сармата-аланских племен, то они в живом виде представлены внутри осетинского народа. Они сохраняют все. Они сохраняют эпос, они сохраняют мифологию, они сохраняют религию, они сохраняют многие другие элементы. Аланы назывались асами. У них была своя религия, у них была своя мифология и так далее. Ни у одного народа, кроме осетин, всего этого просто нет. Вообще нет. Мы единственный народ в мире, который сегодня продолжает молиться таким божествам, которые в Европе у разных народов существовали, бытовали, их культы. Древнейшие периоды истории. Например, возьмем Бальдера. Нет на земном шаре сегодня народа, кто бы молился сегодня в наши дни сыну Одина, верховному богу герману скандинавских народов, в древнейший период, кроме осетин. Кто другой смеетчик? И дальше, значит, Снорис Турруссом в 13 веке очень четко написал. Асы, то есть боги, во главе с Одином, пришли к нам из Сармати. То есть наравне с Аланами, Асами себя называли также Сарматы, и мы знаем, что точно так же себя называли Дегорцы. То есть все три основных элемента, они четко фиксируются.